Кассовая реформа набирает обороты. С лета прошлого года все крупные магазины перешли на новые, более совершенные системы учета. Вскоре настанет черед мелких и средних предприятий. С 1 июля во всех точках розничной торговли должны появиться так называемые онлайн-кассы. В режиме реального времени они направляют всю информацию в налоговую, и это далеко не единственное их преимущество. Примечательно тем, что покупатель в праве может получить чек в электронном виде на свое мобильное устройство или по адресу электронной почты. И кроме того, через мобильное приложение покупатель он может проверить свой кассовый чек, то есть он может проверить его реквизиты, имеется ли он в базе данных федеральной налоговой службы или нет. То есть, соответственно, некий элемент гражданского контроля. Этот продуктовый магазин на проспекте строителей перестроился на цифровые рельсы несколько месяцев назад. Причин тому несколько. Во-первых, чтобы сотрудники успели привыкнуть к инновациям. До 1 июля налоговая будет лояльна к мелким недочетом. Во-вторых, привлекла поддержка государства. За каждый аппарат, который стоит чуть более 20 тысяч, магазин получит компенсацию 18. Это очень важно, потому что пусть какая-никакая, но помощь от государства мы увидим. Хотя этот процесс перехода на онлайн-кассы, он очень материально тяжелый для малого бизнеса, потому что переход для нас как бы стал в копеечку. В налоговой уверяют, что пользу от умных касс заметят и сами предприниматели. Если вся отчетная документация будет в порядке, фискальные чеки выбиты без ошибок, а финансовые потоки прозрачные, то у надзорного органа не будет причин наведаться с проверкой. Удобнее и самим кассирам. Новые машины помогают оптимизировать работу. Новизна в том, что мы видим остатки товаров. Также нам удобнее и заказы делать, и покупателям проверять потом чеки, вдруг что-то не так, и с покупателями, чтобы они видели. Последняя волна реформы намечена на лето 2019-го. Через год на онлайн-кассы перейдут все, кто предлагает товары или предоставляют услуги. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.